все запись началась здравствуйте уважаемые подписчики и зрители канала гулагу нет здравствуйте снежана сегодня у нас в гостях на канале гулагу нет наш большой друг наш коллега наш большой единомышленник и пожалуй одна из самых компетентных профессиональных адвокатов в россии кто специализируется на теме противодействия пыткам на теме раскрытия этих самых пыток на теме защиты прав заключенных пострадавших заключенных в том числе от таких стран уголовных делах по таким страшным преступлениям как изнасилования и пытки снежана добрый день вам добрый день владимир добрый день уважаемые зрители рада вас всех приветствовать жанна мы достаточно много работали для того чтобы получилось тоже чем сейчас говорит весь мир и в настоящий момент я смотрю что огромное количество людей по 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 выходило в средства массовой информации в медиапространство с тем чтобы комментировать происходящее в саратовской отб-1 и очень много особенно московских правозащитников которые никогда не ездили саратов никогда не выступали в защиту прав заключенных в отб-1 никогда не публиковали ничего что раскрывала бы этот пыточный конвейер или хотя бы пыталась ограничить произвол саратовских силовиков но при этом эти люди сейчас очень много раздают комментариев не знаю ни уголовных дел ни дат ни имен какими-то общими фразами и в то же самое время я знаю что есть ты наша большая коллега которая действительно изнутри знает эту систему которая потратила много своего времени много своих сил на то чтобы разоблачить этот пыточный конвейер и конечно же то что сейчас происходит в этом есть очень твой большой вклад твоя заслуга расскажи пожалуйста от первого лица сколько времени ты занимаешься темой нарушения прав человека в учреждениях уфсин по саратовской области и что тебе об этом известно адвоката я получила 2012 году а и как-то наверное сразу меня судьбе немножко забросила именно в эту сферу видимо действительно судьба мне стало очень интересной я начала посещать различные учреждения подобного типа да и колонии дюйма лагеря сизо и практически сразу мне еще тогда молодой неопытный добросилась глаза что права осужденных мягко говоря не соблюдаются это прямо очень мягко говоря очень жаль что нельзя выражать все свои мысли так как хочется потому что иначе пришлось бы весь эфир запикивать вот поначалу мне было конечно очень тяжело морально потому что я видел что происходит в этой сфере в этой системе и я понимал что наверное я вряд ли чем-то смогу им помочь этим людям наверное вряд ли я что-то могу изменить ну знаете был такой можно сказать юношеский запал что ли вот который наверное дал мне силы в дальнейшем все таки не останавливаться не опускать руки бороться да действительно на протяжении всего этого времени вплоть до сегодняшнего дня я написала огромное количество жалоб за защиту интересов осужденных обращалась различные органы ну это просто масса масса у меня огромная просто картотека база дома и я никуда ничего не выкидывая все храню потому что я понимаю что может быть когда-то это все пригодится были такие моменты когда я на выходе от очередного моего я их не называю клиентами я их не называют доверителями да как принято в нашей сфере выходя от очередного друга потому что для меня не все друзья для меня не все не знаю может быть кто-то кто помладше практически как дети для меня теперь уже вот так вот на выходе я бывали такие моменты ловила себя в таком состоянии что я просто ходила у меня из глаз стекли слезы я понимала что я никто в этом мире просто никто ну со временем я поняла что если даже каким-то малейшим образом не бороться не конкретно системой в целом а с полизволом в этой системе то не сдвинется дело нашей смертвой точки да я читала огромное количество материалов огромное количество выступлений различных правозащитников я примерно понимала что нужно делать но как правило все мои старания сводились к нулю почему потому что никому это не интересно прокуратура по надзору у нас никогда не работала в принципе областная прокуратура прокуратура тоже особо не обращала внимание на нарушение прав осужденных ну и все в общем-то полномоченные органы в этой сфере особо не интересовались почему не интересовались потому что по их мнению я слышала такие вещи неоднократно от сотрудников правоохранительных органов от сотрудников СИН что заключенные это отбросы общества у них в принципе не должно быть прав как они считают они полагают что если попал в тюрьму значит и автоматически преступник значит автоматически виноват однако они надо забывать что мы живем в россии у нас судебная система и следственная собственно тоже на высоте да мягко говоря и я знаю что огромное количество людей в наших тюрьмах сидят просто ни за что вот поэтому до много лет борьбы и борьбы к сожалению безуспешные где-то больше где-то меньше вот и в небеса настал тот день когда нас правозащитников услышали потому что все равно в любом случае да мы не одни такие которые боролись боремся и будем бороться с произволом в этой системе вот наконец-то этот день настал наконец-то полетели головы тех кто действительно повинен в том что это все произошло и происходило столько лет это я сейчас говорю только за тот период времени что я работаю представляете что это полагаю что наверное все таки это очень давно все было просто мы об этом не знали это не освещалось об этом не говорилось это замалчивалось а сейчас об этом не просто говорится об этом кричат кричит не только саратов не только вся россия но еще и весь мир что не может не радовать конечно очень печально что повод такой нехороший да что наш область прославилась именно вот в этом моменте но такова жизнь я думаю что россия и весь мир не должны знать о том что происходит у нас глубинки жена я хотел просто для уважаемой аудитории озвучить следующие статистические цифры чтобы они понимали вообще о чем мы говорим рассуждая про права человека учреждениях уфсин по саратовской области так на апрель 2021 года как раз тот период когда были возбуждены первые уголовные дела февраль-март-апрель на апрель 2021 года в учреждениях уфсин по саратовской области содержалось более 11 тысяч человек из них да слушай тут дальше уже какие-то странные статистические данные честно говоря на сайте уфсин я уже давно перестала внимание обращать да кто захочет может зайти такое ощущение что это просто как бы правда пресс-релиз написанный с ненавистью да абсолютно вот в пеницензарных учреждениях саратовской области на постоянной основе проводится комплексная работа направлена на пресечение попыток проникновения запрещенных предметов места лишения свободы бла-бла-бла из изъяты какое-то количество алкогольных напитков наркотических средств в общем речь идет о том что 11 тысяч человек это только в единоразово в моменте а за последние 10 лет речь идет о десятках тысяч человек и расскажи пожалуйста из каких регионов в основном этапирует заключенных в саратовские колонии помимо собственно самой саратовской области чаще всего это ростовская область краснодарский край почему-то именно оттуда к нам везут адыгея в принципе у нас много ребят отсюда частенько да действительно из этих мест привозят к нам отбывать наказание плюс я еще встречал что из москвы из московского региона москва да тоже контактирует тех кто не заплатил хорошие деньги не купил себе путевку в относительно более-менее комфортную зону это отдельная тема в принципе все те кто приезжает сюда по заказу они понимают куда они едут потому что они наслышаны о том что их здесь ждет и может ждать да действительно я неоднократно слышала от ребят что прежде чем нас зарядили скажем так на этап нас уже предупредили куда мы едем мы понимали что там нам будет мягко говоря не очень комфортно я к чему веду к тому что о нашем пыточном регионе именно конкретно будет обороте на славы идет по всей россии о нем знают все в этом учреждении кровавый синт так его называли раньше сейчас это саратовская пыточная оттб номер один расскажи пожалуйста как ты вообще первый раз попала саратовского тб-1 как адвокат какое тебя впечатление производила администрация лично начальника тб павел гаценко и если ты сталкивалась с кем-то еще по при посещениях из администрации из руководства там салов мальцев бочков при каких обстоятельствах с ними пересекалась сталкивалась и какое тебе впечатление в целом от этих садистов честно признаться первое впечатление было весьма удручающе у меня потому что я помню отчетливо тот день помню когда и кому я пришла я конечно буду сейчас озвучивать фамилию этого человека кому я пришла оказывать юридическую помощь а безусловно вот это вот атмосфера напряжения атмосфера страха мне кажется она буквально вот прямо на пост к этой прекрасно к этому прекрасному месту в кавычках ощущается сразу что касается начальствующего состава ну как то сразу у нас конечно же не сложились отношения по той простой причине что выслушав жалобы человека которому я пришла осуждена я первым делом направилась к начальнику адвокатов здесь людей тоже не считают в общем-то и недостойны мы аудиенции с начальствующим составом меня попросту не приняли вечер упорный остырный я пришла следующий раз все таки я проникла в кабинет товарищу гаценко и прямо заявил ему павел анатольевич вот такое такое то такое то произошло с человеком которым я ходил как такое может быть в вашем учреждении будет начальнику должен навести порядок то есть дальнейшее наше знакомство происходило общение вернее происходило примерно так же я наивно полагаю что он слышит обращалась к нему лично доходила в кабинет просила умоляла пожалуйста пожалуйста наведите порядок вы же начальник ну как же так на что мне отвечали на что вот такого у наших стенах быть не может вы наверное что-то выдумываете или ваш клиент что-то выдумывает такие разговоры ни о чем понятное дело что он сразу из порога не признает что у него там пыточный конвейер уже столько лет да в общем вообще никаким успехом не венчались наши отношения до тех пор пока я поняла что здесь действительно не просто пыточный конвейер что здесь все это на таком потоке выстроена выстроена годами я так понимаю еще до того как я первый раз туда пришла вот что меня там никто ну слышит чисто по-человечески как я хотела поговорить да я поняла что нужно как-то по-другому пытаться защитить осужденных сколько мной было написано жалоб я уже говорила бесчисленное количество затем я уже просто заходила к начальнику и говорила что если вы это не прекратите я приму меры я приму меры не просто так я зашла с вами поговорила приму серьезные меры знаете даже помнится обещала я ему что посадит его за его деяние я была уверена в том что то что там происходит в этом пыточном учреждении не может стороной обходить начальство он не может об этом не знать ну и как показывает практика все-таки близки к этому по крайней мере начало положено начальник уволен по дискредитирующим обстоятельствам да и я думаю что он не за горами определения обвинения как минимум в превышении должностных полномочий а сколько еще статей не о нем может быть это остается только догадываться масса и масса что касается например того же оперативного сотрудника начальника оперативного управления бачкова он стал несколько позднее с того момент когда я первый раз пришла в это учреждение знаете такой идейный молодой человек видимо помешанный на работе с горящими глазами я к тому времени уже достаточно неплохо стала разбираться в людях да тем более в оперативных сотрудниках мне он показался очень страшным человеком мне показалось что этот человек способен на все люди которые улыбаются глаза а потом идут за спиной творят вот эти вот вещи это страшно салов но салов в общем-то тоже не отличался таким вниманием к моей персоне скажем так да то есть адвокаты не люди подписать заявление для адвоката который хочет зайти на связание послужительному ты нужно там чуть ли не челом бить поклоны отвешивать не кому-то там я пришла к самим сильным всесильным мира сего понимаете ладно это все лирика конечно но тем не менее я уже тогда начала понимать что это страшные люди и что никаких хороших отношений хороших отношений в принципе у нас не могу сложить потому что я так у меня сложилось отношения к людям с из этой системы очень весьма отрицательны были неприятные моменты моей жизни так вот как то получилось так что впоследствии уже в 2021 году когда я пришла посетить павла шеремета уже полагая том что произошло что-то ужасное потому что ко мне обратилась его супруга и сказал рыдая труппу телефону что с ним что-то произошло срочно пожалуйста выезжайте я естественно на следующий день утром буквально помчалась туда сняла на видео тот рассказ который все мы видели да и слышали сняла те ужасные побои которые были на его теле пришла в ужас в очередной раз но уже знаете как-то я уже спокойно стала к таким вещам относиться потому что наверное не то чтобы кровь деформации ну наверное уже какая-то привычка хотя это конечно не есть хорошо что такая привычка выработалась к таким вещам невозможно нельзя привыкнуть вот и все и завертелось это колесо завертелось завертелось что изменилось вот с момента когда ты и сняла на видео подробный последовательный рассказ павла шеремета о том как он подвергался пыткам и это видео было опубликовано на гулагу нет что начало происходить поэтапно это был шикарный момент я честно говоря я кайфовал от происходящее потому что не следующее же утро там учреждение было масса проверок со всевозможных органов я не ожидала конечно прямо вот именно такого выхлопа да скажем так вот ну потом когда уже начала разбираться более менее на месте естественно первым делом это в сен-саратской области с проверкой приехал заметать следы естественно как они обычно это делают им соответственно помогала прокуратура по надзору почему я так говорю потому что да безусловно дело возбудили ура ура резонанс помог огромное спасибо володя отдельно тебе и сайту гулагу нет и правозащитного движения углавом нет потому что если бы не ты если бы не твоя помощь наверное этого всего не было бы однозначно вот и когда уже дело было возбуждено возбудили его буквально в течение нескольких дней почему я изначально говорила по поводу того что они приехали заметать следы местные всем и прокуратура потому что когда павла повели на проверку показания на месте ту же самую палату где с ним это происходило он сам визуально показал где она находится он обратил внимание что все таблички на всех отделениях были изменены то есть их решили перепутать местами не знаем для того чтобы запутать следствие самих особенно для этого ну и просто удивительная скорость данной палате сделали ремонт видно было и понятно как паша не говорю что ремонт абсолютно свежий что обстановка вся изменена что построена какая-то будка для сану санузла полы соответственно другие цветочки появились шикарная санаторная комната вот вот таким вот образом у нас приехали местные проверки потом да дело возбудили все это замечательно шикарно но по отношению сотрудников следственного комитета к этому делу в принципе я поняла что наверное скорее всего хотят это дело замять потому что наверное у них отношение было к происходящему что очередная какая-то там адвокат нашумела да там привлекла общественные сми и так далее ничего сейчас пошумят пошумят успокоиться и замену . да и по отношению товарища гаценко товарища салова я прекрасно тоже видела и понимала что эти люди абсолютно ничего не испугались обычный рабочий момент для них такое ощущение что неоднократно проходили все эти вот события да как выяснилось потом уже на тот момент я-то еще не знала что было еще два дела возбуждено по 132 в отношении неизвестных лиц потерпевшими там являлись уже на тот момент веселов и шварц впоследствии их родственники ко мне обратились и я тоже стала представлять интерес и тогда вот я уже поняла о том что да действительно это не просто единичные рядовые случаи что это действительно конвейер вы знаете ли благодарны за то что ты в эти дела вошла по веселого по шварцу потому что там нужно было представительство хорошего адвоката скажи пожалуйста вот уголовное дело возбуждено то есть человек рассказывает на канале гулагу нет на очень большую аудиторию о том что его не только били но и насиловали павел вообще надо отдать должное ему и привести его пример очень многим другим которые проходили через подобное но молчали пытаясь сохранить какой-то свой статус и так далее павел честно сказал что произошло что с ним сделали дал подробные показания показал тебе на своем теле гематома собственно говоря вот эта огласка данного факта его честный рассказ твой приход твоя работа плюс его честность и смелость в этой истории они стали триггером к тому что в результате было возбуждено уголовное дело это первые числа июня 2021 года если не ошибаюсь правильно 3 июня я к нему пришла уголовное дело возбудили если я не ошибаюсь или 8 или 9 а после огласки что потом происходило начиная с вот начало июня все таки сейчас мы с тобой разговариваем сегодня 12 октября 2021 года что потом происходило было текущие следственные действия без особого энтузиазма со стороны следственного комитета да даже по делу веселого и шварц которые были возбуждены гораздо ранее феврале и марте соответственно этого года до до сих пор на тот момент не были проведены элементарнейшие следственные действия которые должны были быть проведены сразу же после возбуждения дела это проверка показания на месте опознание тем более что все трое и шварц и веселов и шеремет потом сразу указывали и называли тех лиц которые с ним совершили подобные ужасы с моим приходом в это дело естественно немножечко начал шевелиться следственный комитет направили все необходимое а потом следователь ушел в отпуск и все это плавненько сошло на нет то есть получается картина какая если мы с тобой восстанавливаем хронологию что преступление самого отношения павла шеремета когда совершено 25 мая 21 года получается преступление совершено 25 мая потом к нему через несколько дней приходит профессиональный компетентный адвокат который выслушивает поруть по принимает от него объяснения записывает его видео показания под видео протокол на мобильный телефон на камеру мобильного телефона дальше подает соответствующее заявление сама плюс идет публикация на гулагу нет в начале июня возбуждается уголовное дело начинают проводиться следственные действия идет опознание кого он опознал в качестве тех кто совершал с ним это в один день он опознал троих шиянова янина и линкевича вот четвертого не смог назвать потому что не владел информацией не был знаком ранее не видел то есть он опознает впоследствии да опознает значит давай проговорим виталий янин сергей линкевич виктор шиянов правильно чтобы история их запомнила вместе с ютубчиком но и дальше как бы чтобы все про него что и теми надолго запомнил да только россия но и все человечество ну и они сами да и они сами тоже запомнят эту огласку на гулагу нет со всеми вытекающим так вот получается что пострадавший очень мужественный павел шеремид еще раз я прошу всех кто смотрит это видео написать слова поддержки в адрес первую очередь конечно героя сегодняшнего эфира нашего друга адвоката снежаны мунтиан и конечно поддержать павла шеремета человека который не побоялся и по сути дела таким первым открыто под видео заявил рассказал подробно последовательно о том что с ним в полном объеме произошло на это способен на спай на это способны немногие с учетом того что теперь я смотрел практически весь этот видеоархив ужасающий за последние годы снятый на видеорегистраторы и огромное количество людей и мужчин проходил через такое что мама дорогая но большинство из них как в рот воды набрали как бы решили молчать об этом как можно сказать среди заключенных терпелить да там не стали мы не будем потерпевшими что-то там но они уже стали потерпевшими они уже де-факто стали потерпевшими стали изнасилованы и вопрос только в том когда у них появится мужество об этом рассказать так вот получается что павел шеремет опознает виктора шеянова сергей ленкевича виталия янина как тех кто его пытал насиловал что дальше происходит следователь уходит в отпуск давай расскажем на 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 публику к как фамилия как зовут этого следователя который вместо расследования такого большого дела решил пойти отдохнуть следователь следственного отдела следственного управления следственного комитета по заводскому району города саратов сущенко артем константинович в общем то неоднократно это имя да он мне тоже по крайней мере на мой вопрос а почему именно сейчас вы уходите я конечно понимаю там люди тоже хотят отдыхать но тем не менее что мне ответил вы не переживайте это дело передадут все три дела которые вот именно после 32 передадут другим следователям не волнуйтесь все будет идти расследоваться как положено честно и адекватно за то время пока он был в отпуске никаких движений от этих следователей которые якобы взять свое производство делаю я не увидела я просто на секундочку хочу отвлечь отвлечься именно от этой истории и провести аналогию вот все мы читали книги про шерлока холмс этот получается что вот если бы наш артем сущенко был бы шерлоком холмсом в этой книге тогда бы мы с вами вот прочитали следующее что приходит адвокат снежана мунтян к шерлоку холмсу и говорит шерлок господин холмс мистер холмс вот там произошло страшное преступление там пытки и изнасилования шерлок холмс с доктором ватсоном тут же возбуждаются возбуждают дело начинает расследование а потом через месяц снежана вдруг узнает что шерлок холмс и доктор вас он уехали отдыхать в ниццу на лазурный берег подустали звонит через старинный телефон то господин холмс мистер холмс где вы знаете там чайки кричат рыбок льет на удочку доктор ватсона и они отдыхают ну это как бы понятно что я сейчас такую правила аналогию чтобы немножко все поняли насколько вообще это бредовая ситуация когда зато сейчас волос я тебя перебью извини пока не забыл ты не представляешься с какой скоростью с прытью следователи следственного комитета нашего регионального расследует эти уголовные дела возбуждают новые я никогда честно признаться не видела такой прытью мне так приятно и я наверное сейчас может быть грубо выражусь мне так хочется это сказать все таки пропеллер вставленный в определенное правильное место творить чудеса вот и когда как когда с ними такая чудная метаморфоза вышла с нашими с этими саратовскими не до холмсами и не даваться нами ну тут все понятно я думаю и так ровно после публикации на углу нет этих вот ужасных видео когда и у нас и кремль отреагировал на происходящее боже мой до этого они не знали что нас тут происходит конечно удивительно прям до когда отреагировала генеральная прокуратура в син россии когда уже пошли публикации все так сразу и забегали жан скажи пожалуйста а вот ну ты много лет боролась там за право человека и пыталась остановить своими силами вот этот пыточный конвейер помимо саратовских прокуроров уфсина следователей когда-либо ты отправляла в москву в генпрокуратуру в ска россии в администрацию президента руководство все какие-то жалобы и заявления было так безусловно конечно конечно как же я понимал что на местном уровне что-то там пытаться сделать это абсолютно бестолковое занятие я отправлены генеральный прокуратуры следственник комитет администрацию не припомню я как-то честно признаться никогда не верила в этот назвать орган воздержите на территории там находишься воздержать обращение вовсин ты отправляла я сейчас отдельно скажу про администрацию президента я понимал что наши писульки до руку владимир владимирович все равно не дойдут ему в глаза даже не увидит убедит масса его помощников которые просто напишут очередную отписку и все либо внимание спустят туда на кого жалуемся соответственно вот в один плавненько плавненько вниз то же самое у нас делает генеральная прокуратура следственный комитет на жалоб они получают наши жалобы спускает вниз и ура ура я никогда эту систему не понимала я не понимаю когда в конце концов порядок вот именно вот в этом вопросе законодательном уровне потому что это смешно ну давайте давайте сами правильно я понимаю прямой вопрос тебе сколько жалоб заявлений ты за эти годы плюс-минус да какие-то там цифры можно округлить отправила москву в генпрокуратуру в ска россии руководству в син россии и сколько из них было рассмотрено на уровне центральных аппаратов вызовом тебя в москву со звонками из москвы с опросами с приездами а сколько из них было направлено обратно в саратов тем же на кого-то и жалову я так точную цифру конечно я затруднюсь ответить назвать вернее но я думаю что больше двухсот жалоб точно это не не надо смотреть искать и ровно столько же наверное собственно и вернулась обратно саратов с центральных аппаратов потому что никаких звонков ни приездов а с проверкой ничего не было я поэтому и говорю что то что сейчас происходит ли меня это что-то невероятное зараза такого еще не видел то есть по сути дела вот ты адвокат наделенная полномочиями статусом защищать человека представлять интересы пострадавших отпыток направляла жалобы заявления по поводу нарушения прав человека более чем 200 раз около двухсот раз в москву в центральные аппараты эскар генпрокуратуры и в син и правильно я понимаю что ни разу тебе из москвы какой-то надзирающий прокурор какой-то следователь важняк какой-то начальник отдела в центральном аппарате в син не снял трубку из москвы не сказал снежана госпожа мунтианова почему вы нас заваливаете макулатурой что у вас там происходит давайте когда же вы уже угомонитесь да 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 вам не надоело вы неужели не поняли то есть реально приехал проверил нет такого не было это однозначно совершенно но опять же сейчас вспомним по поводу последних событий да в тот день когда случилась эта публикация на следующий вернее саратов вылетели представители генеральной прокуратуры и один из них я не буду его фамилию называть наверное я думаю что это будет лишним но тем не менее мне очень понравилось его отношения нашел мой номер телефона позвонил мне искал снежана анатольевна приехайте пожалуйста в прокуратуру мы с вами поговорим просто поговорим расскажите мне пожалуйста что у вас тут происходит вот именно от вас от обывателя человека который здесь живет и работает в этой сфере я была конечно очень неделю на у меня были примерно вот такие же глаза как у тебя сейчас я поехала я поехала очень замечательный дядечка очень приятный выслушал очень внимательно потом просто вот так вот сел охватил голову руками и говорит я не знаю с чего начать я не знаю как мне докладывать все это обо всем об этом генеральному я говорю давайте я доложу меня все нормально не с меня не уводит я все доложу как полагается ну в общем я к чему это все говорю потому что человек который окунулся вот в эти все события с головой да он меня выслушал он понял что я не просто там сочиняю все это да что у меня есть реальные факты что не доказательства каждому моему слову он был в шоке потом мне сказал такую фразу я даже не представлял что в принципе может быть это говорит представитель генпрокуратуры представляете да себе объемы и масштабы у меня у меня получается знаешь я хочу просто когда прокомментирую то есть у меня вывод такой из всей этой истории что по сути дела интернет-приемные и отдела обращения генпрокуратуры следственного комитета и в син захвачены какими-то мошенниками и аферистами и бездельниками у меня все такое представление что то есть то есть они как бы за одним компьютером да то есть может быть там какие-нибудь там не знаю может быть вместо людей там какие-то сидят зоопарки из зоопарка обезьяны нажимают на клавиши не читают абсолютно что им присылают адвокаты еще раз адвокат более семи лет уважаемые подписчики и зрители вот внимание более семи лет адвокат снежана мунтян направляла обращение генпрокуратуру центральный аппарат из каэр во все на россии и там очевидно очевидно сидели какие-то не люди нет конечно они компетентный прокурор сидели разве мы можем сомневаться что вот эти люди которые теперь прилетели они же и получали те жалобы нет конечно там сидели какие-то сидели обезьянки шимпанзе которые просто нажимали на пальцы имитировали значит что они сотрудники генпрокуратуры в кителях но хихиха ха ха нажимали все это свалило в саратов и наконец вдруг после публикации после публикации на гулагу нет вот этого а да после того как это увидел весь мир вдруг обезьянок из этого отдела по обращениям выгнали туда пришли совестливые люди из генеральной прокуратуры уже которые навели порядок разложили все пошли обезьян наверняка что там раскидали и разломали вот на или порядок прилетели к снижанию мунтян выслушали ее и схватились за голову то есть мы понимаем так что те кто в генеральной прокуратуре более семи лет подряд отвечали за прием обращений от адвокатов и граждан по нарушениям прав человека в местах принудительного содержания в уфсин по саратовской области они не работали их просто мне было то есть государство видимо очевидно выплачиваем заработную плату вот этим обезьяна они покупали светом бананы яблоки морковку что еще любит обезьяна я не знаю но сейчас видимо трудоустроили туда сотрудников именно компетентных которые сейчас только этим занялись то есть получается что у нас систему государственного управления выстроена следующим образом где-то там работают обезьяны формально выполняя обязанности и только после огласки на гулагу нет когда всему миру всему миру вот это вот предъявляют когда уже не отвертеться уже все да уже тогда уже кто-то задела кадров понимаешь вот этих обезьянок надо вернуть обратно зоопарк ботанический сад а из зоопарка из клетки выпустить юристов и посадить их дать им вернуть им обратно костюмы побрить их помыть одеколоном подушить и отправить саратов к снежане мунтиан чтобы там они наконец приехали и ужаснулись и схватились за голову вот такой сарказм такой сарказм потому что даже нравится твой юмор мне нравится ход твоих мыслей иногда тоже задумывалась на эту тему это очень печально на самом деле нет это просто на самом деле удивительно что если говорить там серьезно если говорить серьезные по-взрослым то конечно материться в эфире мне нельзя а вот они вода они учатся до материться можно было бы все это характеризовать одним таким емким очень словом и многоточие в конце вот c как цапля и цапля вот а как по-другому государство выплатила заработные платы сотрудникам 17 управления генеральной прокуратуры за все эти семь лет в объеме более 100 миллионов рублей больше 100 миллионов рублей уважаемые зрители подписчики из ваших денег из ваших налогов ушло сотрудникам генеральной прокуратуры которые не читали и игнорировали жалобы адвокатов и пострадавших от пыток стоит вопрос я знала что вот именно так будет я не тратила бы столько времени и сил действительно ранее бумаги это в более правильный русло русло направила по своей энергии ну знаете надежда умирает последний надеялась верила думала получается что система государственного управления в данном случае работает через гулагу нет есть на канале гулагу нет видео с публикацией с представлением фактов система работает сразу увольняют садистов приезжают генпрокуроры совестливые совести которые за голову хватаются от увиденного а если гулагу нет нет то получается что адвокат красивая женщина выходит из тюрьмы плачет пишет куда-то и получает отписки что все спущено вот этим вот саратовским тем то считал что там все так и должно работать то есть получается что если как бы говорить теперь серьезно как бы увести в сторону как бы иронию получается что какая-то неведомая сила блокировала работу 17 управления генпрокуратуры по надзору и она не контролировала абсолютно то что происходит в местах лишения свободы саратовской области игнорировала обращение и пересылала их обратно в саратов так выходит по факту видимо так и есть я думаю что генеральному прокурору российской федерации игорь викторовичу краснову имеет смысл провести служебную проверку в отношении начальника 17 управления генпрокуратуры его заместителей посчитать на калькуляторе сколько денег государство выкинуло зазря выплачивала зарплат покупала дорогих квартир оплачивала бензин машины всякие поездки тем кто не работал я думаю что было бы неплохо игорь викторовичу краснову подумать о том чтобы может быть прийти к тому чтобы обратно эти денежки попросить у этих бездельников а на эти деньги вот взять и нанять например снежану мунтян пригласить ее заместителем или начальником 17 управления генпрокуратуры потому что мне кажется что лучше кандидатуры не придумаешь договорятся или нет с тобой по деньгам я не знаю как бы да вот захочешь ли ты ехать туда где все так наверняка разбросано и раскидно какими-то обезьянками из этого зоопарка ты может быть и порядок там наведешь может быть там правда что-то как-то закрутиться не смогу я не смогу в этой сфере трудиться я просто понимаешь снежан я живу в каком-то таком особенном месте которое вроде как в изгнании на берегу атлантического океана а с другой стороны по соседству здесь есть виллы семьи путиных и много кого еще и когда вот я с некоторыми людьми из этой компании случайным образом пересекаюсь где-то на каких-то вечеринках и мы начинаем разговаривать и меня начинают задавать вопрос а что можно что 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 нужно поменять как нужно поменять это какие-то умные люди такие подвыпившие на на фоне гольфа моря и всего остального они как-то начинают какие-то у них мыслительные такие процессы такие сложные куда-то уходят куда-то в достоевшину что надо обязательно напиться в доску чтобы что-то там понять а на самом деле вот пожалуйста вот 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 она вот она история вот перед нами профессиональный адвокат совестливый человек профессионал можно как перевести до из комедии вспомнить отличница комсомолка спортсменка да но не комсомолка но очевидно что человек который ведет здоровый образ жизни трезво мыслит у которого есть совесть и профессионализм не нужно никуда ходить не нужно ничего искать где-то там и набирать каких-то тех кто все это опять будет крышевать вот пожалуйста я прям сейчас министру юстиции генеральному прокурору руководству администрации президента говорю сейчас прямо в моменте разговариваем с компетентным профессиональным адвокатом которая оказывается одна понимала про пыточный и конвейер намного больше и делала намного больше чтобы это остановить чем сотрудники 17 управления генеральной прокуратуры поэтому тем кто в высоких коридоров где-то там в администрации президента в кремле будет очень долго морщить лоб и думать что же это была такая за спецоперация нло массада совместная там смешей с цру и китайцами что нас так подтряхнула и подбросила во всех мировых сми и где у нас там какие-то шпионы там предатели а может быть имеет смысл наоборот оглянуться не вперед искать среди соседей соседских каких-то стран с кем выстраиваются более-менее приличные пока отношения а может быть оглянуться назад и посмотреть что там вместо настоящих офицеров и прокуроров находятся те кто вот как обезьянки нажимает бездумно на кнопки занимается отписками и на самом деле нихрена не делает доводя до этой ситуации 200 раз 200 раз до публикации на влагу нет до минимум до более двухсот раз вот раз сотрудники центральных аппаратов имели шанс возможность прочитать внимательно то о чем пишет снежан амун тян прилететь саратов и это остановить то вот этого вселенского всемирного позора потому что сейчас во всем мире прекрасно понимают и знают посмотрев одну часть этого видеоархива что это просто настоящий фашизм по отношению к собственному населению хорошо теперь давай перейдем в практическую плоскость давай обсудим ты знаешь вот все-таки администрация президента иногда отвечая на мои предложения которые я регулярно как основатель гулагу нет вношу по улучшению системы государственного управления по наведению порядка по к минимуму в тюремной системе в системе в син мне недавно пришел ответ такой бравурный такой на самом деле издевательский что оказывается в россии это существует уже превентивный механизм по предотвращению мы то с тобой не знали те кого там били мы просто не в курсе может были эти тети тоже не знали а вот обезьянки в генпрокуратуре были в курсе поэтому там ели бананы апельсины нажимали на кнопки были уверены что в россии там существует меха превентивный ходить я серьезно говорю они и европе европейцам говорят что у нас существует превентивный предупреждающий механизм то есть механизм по предупреждению и предотвращению пыток который состоит как написано в этом ответе из администрации президента из уполномоченного по правам человека в российской федерации региональных уполномоченных по правам человека спч о н к и общественных советов теперь у меня к тебе снежана конкретные вопросы пожалуйста я их задам по очереди ну начну давай от обратного с о н к скажи пожалуйста в лоб я тебе задаю вопрос о н к по саратовской области за эти семь лет на твоей памяти сколько раз члены о н к при проведении проверок в саратовской отб-1 скрывали фактов пыток направляли материалы прокуратуру и организовывали уголовное преследование в отношении виновных садистов вот столько 0 0 2 вопрос существует один из органов общественного контроля это общественный совет при уфсин по саратовской области по известной тебе информации человека который владеет материалом и в регионе сколько раз члены общественного совета уфсин по саратовской области проводили проверок в учреждениях уфсин в том числе вот б-1 и инициировали проверки возбуждение уголовных дел организации уголовного преследования в отношении садистов которые ввели насиловали заключенных проверки то не может быть какие-то и проводили на бумаге мне об этом неизвестно но по факту о возбужденных делах и о принятых мерах в отношении нарушенных прав осужденных тоже тоже ноль печаль дальше едем дальше в регионе есть у полномоченная по правам человека в апреле новая до этого другая была или другой на мощный очень интересные фотографии были буквально за два дня до вот этой вселенской огласки вот этого пыточного конвейера 1 октября они на сайте разместили информацию фотографиями как вот это вот мадам посетила от b1 сделала 4 постановочные фотографии присутствии прокурора по надзору и помощника начальника уфсин по правам человека и на этом все как бы просто посетила создала видимость и все что тебе известно о работе аппарата и самого полномоченного по правам человека саратовской области за последние семь лет сколько раз они сами при проведении проверок вскрыли конкретных фактов пыток избиения саратовской от b1 и сколько они добились возбужденных уголовных дел и уголовного преследования в отношении садистов 0 я считаю что конкретно вот этот аппарат абсолютно бесполезный орган абсолютно бесполезный приносит никакой пользы он он есть он потому что он есть все мне непонятно чего его создали потому что да вот эти проверки замечательные на бумаге проведенные эти фоточки красивые выложены как правило на сайте в сильной более нигде она может быть еще на сайте у пономоченного по правам человека чисто для отчета для галочки все вот и в этом и заключается это вот ты дальше я буду последующий осужден ты знаешь извини возможно мои вопросы тебе сейчас кажется неким некой издевка или иронии но я просто хочу чтобы помимо того что мы с тобой отлично понимаем чтобы глубину драматизма и трагизма ситуации поняли те кто нас будет смотреть и вообще в первый раз об этой истории слушать у меня четвертый вопрос государство тратит десятки миллионов рублей на зарплаты сотрудникам прокуратуры по надзору саратовском регионе четвертый вопрос касается надзирающей прокуратуры сколько раз надзирающие прокуроры в саратовской области проверяли о тб-1 вскрывали грубые нарушения прав человека и сами самостоятельно то огласки со стороны правозащитников инициировали уголовное преследование в отношении виновных проверяли неоднократно им положено проверять ежеквартально то есть определенное время они должны приехать плановой проверкой приезжали с экстренными проверками когда те же самые заключенные в различных учреждениях объявляли голодовки возмущались тогда не режимом содержания а именно тем что они недополучают не по нормам питания ну и так далее то же самое касается этого до проверки проводить или с ним проводились также поверхностно формально уголовных преследований очень скучно интервью да вообще все я пошла ну на самом деле да но если говорить вот конкретно в этом плане это к тому что когда мне начинают из администрации президента из руководства минюста вот присылать подобные ответы у меня реально как бы мне 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 кажется что они не не меня не уважают они самих себя не уважают они врут они знают что они врут но при этом они продолжают врать а в это время где-то продолжают пытать страшно на история потому что существует государство номинально существуют различные органы ну о н к и общественный совет это так по большому счету одно название как бы для пиара создана но есть конкретно то куда государство инвестирует деньги это аппарат уполномоченного по правам человека самим уполномоченным это зарплатный фонд где в основном кстати говоря трудится много бывших силовиков и прокуратура по надзору который коррозине государство финансируется честно не это касается о н к ты знаешь как человек который когда-то стоял у истоков развития всей этой системы и одно время был одним из главных идеологов развития истории общественного контроля когда портал унк рф создавали когда мы создавали сайты всем унк когда я возглавлял рабочую группу по защите прав заключенных и наивно полагал что сейчас то мы проинвестируем наши деньги мы сделаем большой портал унк.рф мы сделали всем региональным унк сайты там москва . унк . рф саратов . унк . рф то чтобы людям было удобно находить когда мы сделаем каждому члену унк свой блог чтобы все это было централизовано что была такая википедия общественного контроля о местах лишения свободы чтобы можно было найти базу данных чтобы было позитивный обмен практиками опытом технологиями обращения сбором аналитикой статистических данных типичных нарушений чтобы государство было проще работать никому это вообще было не нужно никому это нереальным говоришь ну и мы слушай я я этот проект создавал на деньги нашей семьи но грубо говоря вот нам на свадьбу надарили денег у нас уже была хорошая машина мы подумали женой в 2011 году осенью зачем нам но две машины когда гараж-то один и сделали на свои деньги я ездил к людмилу михайловне алексеевой известный правозащитница мы с ней много об этом говорили и она просила что она перед володя вы вывод как бы современный вы молодой но разморозьте вы это правозащитное политбюро но помогите вот соедините наших вот этих старых правозащитников старую гвардию с интернетом и вот я их как-то пытался поженить вот но к сожалению каждый раз когда ей что-то объяснял в результате возникал какой-то антагонизм каждый раз им казалось что мы их упрекаем в чем-то что они там неэффективные и так далее так далее в общем все это потом превратилось то что пошло уже там на протяжении 10 лет брюжане что осечкин и гулагу нет это не правозащитники что правозащитники это вот это вот старое правозащитное политбюро но бог бы с ними бог им судья как бы да я даже как бы но всерьез их критику не нужно воспринимать нам надо заниматься нарушением важными делами как бы они там сами между собой в этом маленьком какой-то кухонке вот этих там 15 там 10 правозащитных организаций варится сами друг другу какие-то премии грамоты раздают какие-то гранты все время осваивают и к спросить вот ты сегодня как раз я ехал на скалу девы марии как раз провести трансляцию и перед въездом в туннель когда через скалу проезжала тебе смска пришла про петинку курьянова расскажи пожалуйста вот до сегодняшнего до момента вот этого широкой огласки когда вот это вот пошла уже как бы жара на весь союз часто к тебе обращались из москвы правозащитники с предложениями денег дать работу оплатить помочь чем-то там чтобы пробить какую-то брешь куда-то там бумаги занести туда куда уж к самому самому чтобы он там прочитал там к царю еще какая-то история то есть вот до того момента пока саратов не зажегся на медийном олимпе и до момента когда ты стала одним из таких хедлайнеров и спикеров сми которые там громит этот пыточный конвейер вот до этого момента много к тебе разных вот этих вот членов правозащитного политбюро и их помощников обращалась с предложением что вот госпожа мантиана вот нас вот предусмотрено на вас там гранты деньги давайте начнем было такое вообще последний раз я с курьяновым общалась как не соврать наверно в году тринадцатом четырнадцатом возможно конечно нет ну какие предложения о чем-то предложение стали поступать только вот буквально некоторое время назад несколько дней я стала интересна я стала нужная нужной понятное дело для никаких вещей потому что есть к сожалению и в правозащитном движении не очень чистоплотные люди которые видимо на фоне вот этого всеобщего шума который образовался вокруг саратова может быть хотят немножечко хайпануть что ли я не знаю хотя это здесь неуместно абсолютно потому что ребята мы занимаемся одним делом мы боремся за права осужденных на каком хайпе может идти речь ну зачем вот это все давайте делать одно дело давайте помогать реально они давайте там строить свою карьеру на чужих бедах для чего это нужно знаешь да я хочу аналогию провести просто то что ты от меня прислала вот то что там сейчас начинает вот этот петинка курьянов домогаться я просто сейчас хочу в паблике озвучить на широкую аудиторию чтобы все просто понимали что петя курьянов он же петруха он же петр курьянов это человек который по моей информации отбывал наказание в учреждениях уфсин по саратовской области который когда-то освободился из саратовского региона который по сути дела тюрьмы саратова были на тот момент красные как пожарная машина ну просто красный как пожарная и по удо освобождались только те кто был сотрудничал с администрацией кто прислуживал и так далее все остальные даже самые простые мужики которые работали практически никто по удо не уходил и когда этот персонаж в 2011 году когда я сделал сайт там или в 2012 году нарисовался с предложением что я буду координатором гулагу нет по саратовскому региону я как бы говорю петя агрю а вы скажите а вы как освободились то из саратова расскажите мне он говорит ну я по удо освободился я ему задал вопрос а как ты освободился по удо дорогой мой человек расскажи пожалуйста из какого что учреждения оттуда вывалился и что ж ты такого там творил и исполнял что тебя по удо из саратова нагнали и петя растворился растворился как сахар в чае и с тех пор я его не видел не слышал только последний год я его периодически встречаю в просторах интернета значит абсолютно такая же история один в один как с саратовом была с иркутском в иркутске массовые пытки массовые изнасилования и никому этот иркутск кроме гулагу нет и местных юристов адвокатов был вообще не нужен не интересный топоры до времени но это совершенно верно но когда гулагу нет начала огласку вот этого лютого ада который произошел с туринцем кижиком андаром вот после этого когда прошли эти новогодние праздники которые были абсолютно испорчены для генералов син владимир масечки нам с гулагу нет но на самом деле они были испорчены к по разработчиками садистами операми которых курировали мы лишь об этом рассказали но почему-то меня генералы там и полковники ругали последними словами что вот я вместо горнолыжных склонов и санок я их заставил значит готовиться к поездке к высадке вот этого десанта из 72 сотрудников син и генпрокуратуры в иркутск и буквально как раз в те самые моменты когда мы собирали активно материалы для возбуждения новых уголовных дел по иркутску мне как раз туинские ребята из тувинцы начали писать что их очень плотно начинает обрабатывать этот петр курьянов который говорит им что работайте со мной и со львом пономарёвым зачем вам осечкин осечкин во франции посмотрите он купается в океане он серфит ну короче говоря он не правозащитник даже ну какой-то серфер но серфер и мы это мы да да это знаешь это комичный очень персонаж как бы да мне многие как бы звонили и говорили что давай мы как бы с ним поговорим я говорю нет нет игры давайте я сам с ним поговорю я ему действительно позвонил действительно позвонил ему и он начал мне лицемерить это запись есть на нашем канале делаем делаем общее дело нам надо обнять усилие да у нас есть какие-то там недопонимания но вот давай объединять усилия и я его слушал слушал а потом это зачем как бы но зачем это лицемерие ты же вот еще буквально три дня назад писал смски звонил туинцам с тем что не нужно общаться с владимиром осечкин с гулагу нет вообще работайте со мной что у меня такая история как бы как я понимаю что оперативники главного опера управления си они внедрили к пожилому и не очень отдающим отчет в реальности льву александрович пономарева своего агента который громко так называется петруха чтобы как бы входить в пани братства с другими вот чтобы среди заключенных его так воспринимали петруха там вован там снежанка ну знаешь вот из этой вот истории да вот чтобы и дальше когда люди раскрываются думают сейчас правда как бы петр хорошее имя как знаешь как петр первый вот это у нас петр последний вот значит и вот это история как бы про то что их задача от главного опера управления в син только одна только если действительно где-то независимые правозащитники из гулагу нет скрывают нарыв вместе со своими коллегами адвокатами добиваются возбуждения дела начинается вот эта волна и тут же нужно сбить тут же приезжают какие-то умные лица которые надевают пинсные очки начинаешь мямлить говорит что мы сейчас вот доложим все это куда-то туда куда-то туда значит ну плюс нужно понимать что последние там годы пономарев прям в открытую как бы у него там соглашательская позиция с властью и он прям реально прислуживает оперуполномоченный по правам человека генералу мбд москальковый входя в какие-то там советы комиссии и вот они это играют ломают театр бабы фиса москалькова говорит что она путину доложит о пытках саратове когда уже об этом написали во франции le monde и агентство france когда в лондоне все таблоиды daily mail daily telegraph bbc об этом рассказали когда в соединенных штатах автоки америка wall street journal и new york times рассказали об этой страшной пыточной истории когда вся европа весь цивилизованный демократический мир гудит от возмущения что в россии на системной основе поставлены изнасилования и пытки и тут уже после международной прессы генерал мбд оперуполномоченная москалькова сообщает обществу что она теперь теперь уже после этой огласки доложит владимиру путина мне даже честно говоря в какой-то момент за владимира путина стало как-то даже обидно она наверное москалькова о нем думает что он какой-то дебил который не умеет читать ладно хорошо владимир владимирович путин сказал что я в интернете не смотрю ничего это очень опасно я смотрю только в папках которые мне приносят генералы фейсб интернет это очень опасно вдруг я сифилис хочу ну понятно как бы возраст пожилой как нужно здоровье беречь пусть воздержится правда то вдруг куда-нибудь там зайдет его какой-нибудь там казино вулкан засосет и проиграет нервы просто нервы берегу может а вдруг пыли узнает что такое порно хаб вообще страшное дело как страна вот но да а здесь как бы история про генерала москалькова то есть она думает что он не только в интернет не заходит что он даже и газет вообще не читает вот по крайней мере путин до этого не говорил что он газет не читается какую-то подборку я по крайней мере искренне надеялся что царь-батюшка хотя бы газеты почитает но от газета вроде же нельзя заразиться хотя с другой стороны если они пока двухнедельную проверку проходят где-то там от обеззараживания с другой стороны в принципе новости устаревают и смысл наверное читать тоже нет может быть может быть москалькова права может быть и ты же и газет не читает вот ну в общем хорошо что по крайней мере хотят москальковой владимир владимирович путин узнает о том что происходит саратовской тб-1 но все это грустная история и эта история как бы как с иркутском они значит они вот эти вот пономарёв петруха и так далее они значит вырвали какое-то количество там материалов пострадавших под себя и по тем уголовным делам которыми занимались адвокаты совместно с гулагу нет по тем чтобы было понятно сидят и обвинения предъявлены всем насильникам всем сотрудникам кто к этому причастен по крайней мере на уровне исполнителей их кураторов все уволен по дискредитирующим обстоятельствам начальник сезона мир один игорь макеев это равнозначная оценка фигура тоже начальник обычного учреждения палач согласованный фсб точно также значит вот эти капоразработчики им предъявлено обвинение причем они друг на другу дают показания друг друга сливают нам звонят рассказывает про своих кураторов в общем интернета все все видит что там происходит такое интересное как бы движение то есть там все раскололся а по уголовным делам по которым значит вот отхватили себе недозащитники вот эти значит в том числе там курьянов туда приезжает регулярно гранты отрабатывать ну а на самом деле как бы тратить просто впустую там как как я понимаю за эти полгода ноль обвиняемых но по крайней мере от было до резонанса которые мы сделали с интервью с капоразработчиками после которого там тоже как бы интенсивность увеличилась в расследовании этих дел то есть получается здесь такая же то есть то есть мы добиваемся предположить да что примерно такая же да и они там сделали главным героем этого расследования там некого там осужденного юрченко вот при том что этот молодой человек до сих пор не рассказал какие показания он дал против других заключенных а вот и до сих пор не извинился перед теми кого она говорил и подставил тоже под пресс-хаты это большой вопрос если этот господин юрченко бывший заключенный посмотрит это видео то моя ему рекомендация как бы начать с того что записать короткое видео рассказать реально что за показания он там подписал и как минимум извиниться перед теми людьми которых она говорил это так слово о том из кого лепить героев кто есть ху мы прекрасно знаем у нас есть доступ практически ко всем этим материалам и понимаем но мы понимаем точно так же что оперуправлению все на обязательно нужно сейчас прилететь в саратов и вот то что сейчас начнет развиваться в течение месяцев мы увидим туда вклиниваются вот эти вот ребята заагентованные со спецслужбами которым обязательно нужно надуть щеки им нужно встретить как можно больше родственников заключенных с тем чтобы им объяснить главное что вам не нужна франция сосечки нам вам не нужны гулагу нет нужно только к нам к правозащитному политбюро где мы то сейчас точно вам гарантированно сделать так чтобы по этим уголовным делам делам было ноль обвиняемых но у нас богатый опыт иркутск пожалуйста смотрите мы умеем завалить его ну да как бы и в данном случае почему я хочу проговорить чтобы те кто в саратове находится и в других регионах но пострадали именно через саратовской тб-1 чтобы они четко понимали что если к ним будет выходить вот этот вот товарищ с не очень хорошей дикцией и с вот такой репутацией то однозначно как бы эта история будет ровно про то что на вашем деле захотят похайповать похайпожорить и в принципе скорее всего конкретного те эпизоды за которые они будут браться они завалят я ни в коем случае не хочу заниматься саморекламой честно скажу что мы настолько перегружены в гулагу нет что дальше некуда если ко мне кто-то не не обратиться вдруг то я не только не расстроюсь я даже обрадуюсь потому что возможно у меня появится время опять сходить хотя бы поплавать в я там уже не плавал несколько недель элементарно провести время семью да да моя семья уже тоже забыла как я выгляжу поэтому здесь это видео ни в коем случае не для того чтобы саморекламой обращайтесь в гулагу нет или к снижание мунтиан это история про то что если вы хотите завалить какое-то дело что было ноль обвиняемых и так далее то пожалуйста мы вам рекламируем пожалуйста обращайтесь к льву пономарёву к петру курьянову и в главное оперативное управление всем кстати говоря ты знаешь сразу напрямую да можно сразу напрямую как бы да и все а может быть и в 17 управление генпрокуратуры вдруг совестливый прокурор у и опять уйдет в отпуск на него привезут из ботанического сада каких-то обезьянок с бананками но если серьезно если серьезно значит история это не про гулагу нет и не про снежану эта история про то что если кто-то имеет конкретную информацию про пытки он должен сам в первую очередь смело давать об этом показания он должен помогать этому большому делу мы еще обязательно с известными бывшими заключенными как-нибудь поговорим под видеозапись чтобы расставить точки над и и чтобы снять все вопросы кто считается опущенным кто не считается опущенным чтобы вот эта история как бы тех людей которые проходили через застенки саратовского тб-1 чтобы они понимали что точно никого нельзя считать униженными после этих пыток еще раз подчеркну вообще в целом вот я например давно уже думаю что мне надо с авторитетными бывшими заключенными это как осторожно назову чтобы нас за пропаганду чего-то там вдруг а то вдруг скажет может быть да там фбк например рекламируете здесь а их нельзя рекламировать как бы да уж утрирую да тоже в общем с тремя буквами но смысл в том что я давно говорю о том что пора уже провести какую-то всероссийскую если хотите амнистию чтобы все вот эти вот по беспределу унижены чтобы они таковыми не являлись федеральная служба исполнения наказания получает 300 миллиардов рублей из бюджета российской федерации и она вполне себе может нанимать клининговые компании или формировать какие-то клининговые компании с высокими зарплатами из тех заключенных кто хочет зарабатывать денежки и вовсе для этого не обязательно массово людей бить пытаясь и насиловать набивая все эти гаремы но еще раз говорю саратов история с иркутской колонии там из около тысячи осужденных около 500 более 500 самым низким социальным статусом сейчас ты можешь себе представить ик-15 через что они прошли через что они прошли про саратовскую это бы один меньше информации потому что большинство из них действительно кто пострадал они как выражаются разработчики мы тебе сейчас закодируем да то есть как бы они кодировали то есть они делали такие страшные вещи я честно скажу как бы мне некоторые спрашивают а где еще новые видео где эти новые видео я от них в шоке нахожусь вот я мы просматриваем нашей команды эти видео это просто страх я отправляю западным журналистам они говорим слушайте мы сейчас документальный фильм монтируем мы сейчас новый репортаж монтируем я им отправляю они заглуб они мне звонят а можно что-нибудь там как-то по лайтове как-то но это же жесть но это вообще нельзя показывать нас всех закроют лишь от лицензий и так далее то есть там такое творилось такое творилось но при этом обо всем об этом большинство пострадавших в отличие от павла шеремета еще нескольких смельчаков боятся говорить кстати говоря о пострадавших неизвестно эту информацию не отдал один источник из следственного комитета что в первые дни когда тут вот ажиотаж произошел до после публикации видео когда следственный комитет там гневал ничего практически опросили порядка двухсот пятидесяти человек в один световой день и порядка тридцати человек из этих двухсот пятидесяти написали заявление о том что они подверглись пыткам изнасилованием и пением я считаю что это очень большая цифра с учетом того что все равно люди боятся об этом говорят боятся стесняются по понятным причинам сейчас уже видимо пострадавшие ребята видят и понимают что в этот раз все не шутошно что это необычная какая-то проверка фикции даст со стороны прокуратуры следственного комитета и других органов что это действительно очень серьезно все поэтому я сейчас пользуюсь случаем хотелось бы обратиться может быть к родственникам этих ребят уже освободившимся да кто пострадал от этих пыток а находясь в тв-1 города саратов не бойтесь пожалуйста обращайтесь пишите заявление если не сейчас то никогда действительно это сейчас очень необходимо для того чтобы и страна и мир в целом поняли какие объемы этих пыток у нас здесь имеют место быть да ты знаешь на меня вот в свете этого разговора во первых очень важно зафиксировать эту цифру чтобы все понимали что как минимум еще 30 человек не побоялись и осмелились и рассказали о том что они подвергались точно также пыткам извращениям те кто сейчас находятся в тб-1 это огромная цифра но цифра всего шикарную еще одну шикарную новость я услышала сегодня извиняюсь я перебью меня просто распирает внутри я должна сказать я должна сказать я видел таких вот садистов пытателей наследственных действиях с моими подзащитными шереметом с веселовым за шварцем когда проводились эти действия я их знаю всех я успела рассмотреть я успела понять что это жуткие жуткие страшные люди и сегодня когда я узнал что господин янин виталий ушел на удок как раз вот в этот кон когда произошла эта публикация его задержали когда он уже был на свободе и отправили таран сезон города саратова ура ура я безумно сейчас я не хочу вам сказать потому что еще один злодей не ушел от возмездия нет да да все таки проговорим что чтобы все понимали что это не просто злодей который насиловал каких-то там заключенных это реальные маньяки это реальные капа наши с вами сограждан избивали связывали самым страшным образом пытали насиловали это такие настоящие маньяки которые были на службе у спецслужб у фсб и у финн и спецслужбы об этом знали выдавали им видеорегистраторы я приоткрою завесу и расскажу что у нас есть целый ряд видео где они снимали происходящее на видеорегистраторы а пострадавшие были закованы в наручники то есть если раньше нам могли сказать что может быть он видеорегистратор там какой-то украл во первых мы отсмотрели многие видео и у них все время разные модели видеорегистраторов то есть очевидно что на постоянной основе им давали разные видеорегистраторы под эту историю и через них через разработчиков прошли более 10 разных видеорегистраторов которые все это снимали то есть по сути дела разработчики пользовались всеми видеорегистраторами которыми пользовались инспекторы отдела безопасности от b1 и на под последних видео которые мы посмотрели и которые у нас вот попросили эксклюзив 1 крупная международная телекомпания мы передали им это видео там пострадавший от которого в моменте это с ним делать в наручниках в браслетах это спецсредства браслеты прс там какие-то номерка номер какой-то там то есть сотрудники заковывали в спецсредства пострадавшего будущего приговариваю и отдавали им туда в душевую где они совершали с ним вот это групповое страшно я более того скажу еще про спецсредства раз мы заговорили вот павел время пострадавший герой нашего времени практически до который не побоялся заявить об этом на весь мир о том что подвергся таким пыткам и унижения он рассказывал о том что его очень сильно избивали от чего собственно у него вся внешняя часть тела практически была одного цвета это синего сине красного жуткого он говорит что его били палкой по ощущениям я не видел но я понимал что скорее всего это резиновая дубинка то есть возможно в арсенале этих пытателей были еще и резиновые дубинки я не удивлена в общем да так вот в продолжении вот да вот эта история 30 смельчаков 30 плюс твои смельчаки по твоим делам до которых ты защищаешь но помимо этого помимо этого через это прошли сотни сотни а скольких мы еще можем в принципе не узнать потому что у них вероятность снимали снимали не все и вот я снимали не все я очень хочу да сейчас очень многие отсматривают следят за каналом гулагу нет я знаю что целый ряд блатных в зонах сидит и смотрит рассухарят не рассухарят рассухарят не рассухарят дергаются кто-то напрямую на опережение выходит а мне чьи-то родственники каких-то там так называемых уважаемых значит звонят и говоришь слушать но мы знаем что это с ним сделали но не надо потому что он там пойдет там повеситься он не будет с этим жить то есть понимаешь в чем вся фишка насколько все извращено то есть молчать об этом можно и типа нормально а рассказать об этом и сделать так чтобы больше этого не повторялось ни с кем насильники были осуждены за это помочь обществу помочь нам всем помочь людям в конце концов людям потому что знаешь как многие там звонят людское что-то людское но вот это людское вот это людское и есть когда мы знаем там пыточный конвейер и это дело всего мира сделать так чтобы это никогда больше саратовская тб-1 и вообще на саратовской земле поволжье сам родом с самарой земляки соседи как там вообще такое могло быть куда они все смотрели что они там такое допустили это ладно это лирика но я сейчас хочу вот публично обратиться к тем кто проходил через саратовскую тб-1 за последние семь восемь десять лет к тем кто реально пострадал к тем кого подвергали вот этой всей садами извращения дело в том что видеоархив уже есть это уже не секрет и отрицать то чего было не нужно если мы стараемся вести себя максимально деликатно чтобы не дай бог кто-то не полез петлю и так далее здесь разговора о самосознании здесь разговор о том что все таки может быть стоит из нейтралитета вот этого с тайной перейти на сторону добра и помочь нам тем кто действительно добился остановки пыточного конвейера кто это разоблачил то бьется который год за прекращение этих пыток может быть помочь может быть рассказать правду может быть в своем случае дать подробные показания с тем чтобы все виновные понесли уголовная ответственность в рамках закона они отмазываются тем что я когда-то кого-то сам освобожусь и найду и с ним поступлю кто с кем где поступил все эти разработчики из года в год делают одно и то же и продолжает это делать и до тех пор пока мы их не начнем разоблачать всем миром пока пострадавшие в большинстве своем будут трусить молчать стыдиться и скрывать и вести себя малодушно именно малодушно до тех пор и в других регионах это все будет разворачиваться до тех пор и у оперативников будет компромат на них который из-за которого они совершают наверняка целый ряд каких-то подлых нехороших вещей против других заключенных вот у меня призыв к тем кто проходил через это действительно с ним это случилось наступил тот самый момент истины и приходит время когда нужно набраться мужества и начать говорить правду объясниться с теми кто тебя окружает особенно вот среди блатных которые тоже периодически смотрят значит нужно как-то на коллегиальном уровне в этой среде принять решение что тех которые даже если он об этом молчал и стыдился того что с ним произошло чтобы его за это не били если он об этом расскажет чтобы наоборот поддержали как пострадавшего чтобы проявили к нему уважение как к человеку который принимает в этом большом людском деле участие вот я еще раз обращаюсь если да и обратная сторона медали то есть как бы история про то что я прошу людей поддержать пострадавших и в то же самое время я хочу предостеречь горячий голову что если лично мне и нашей команде станет известен хоть один случай когда человека после того что он рассказывает о том что он пострадал будут каким-то образом пытаться унижать заталкивать в какой-то там минус 10 этаж вот это в днищенское дно когда попытаются на прикладывать руки в связи с тем что человек об этом начал говорить и так далее я честно скажу какие бы с той стороны по линии профсоюза комитета и так далее не были большие причины мы доберемся дотянемся до каждого кто поднимет руку и будет унижать пострадавших но просто как бы я еще раз говорю вот если кто-то попытается хотя бы одного пострадавшего хотя бы словом или рукой или ногой или чем-то еще унизить еще раз вот дальше лично я скажу что дальше не обижайтесь и пристегивайтесь потому что все будет по-взрослому и будет так как в первый раз лично со мной и лично с нашей командой мы закусим у дела в отношении этого человека и дальше будет веселая карусель поэтому еще раз подчеркну мой призыв с одной стороны к тем кто смотрит за всей этой системой значит думайте о том как нужно делать грамотный посыл чтобы все пострадавшие от этой садамии оказались под защитой и точно не были унижены в этом и есть людское поддержать пострадавших даже если ему самому было когда-то стыдно об этом говорить и с другой стороны предупреждение чтобы если кто-то что-то там недопонял в этой жизни если он думает что он чуть больше других что-то там понимает и значит и если у него какой-то есть там дружок кум начальник оперчасти и какой-то куратор в оперуправлении ФСИН я еще раз говорю чтобы эта ситуация не напоминала бутылку с шампанским с пробкой не будите лихо и делайте так как нужно по совести и для людей а не так как нужно для погон которые создавали этот большой пыточный конвейер Снежан час двадцать шесть я бы с тобой еще столько же проговорил но уже позднее вечернее время тебе нужно набираться сил пожалуйста напоследок это наш тобой первый совместный эфир но я надеюсь конечно же не последний напоследок скажи пожалуйста уважаемым подписчикам зрителям что ты хочешь сказать от себя на какой ноте мы с тобой сегодня попрощаемся до следующего раза я хочу сказать что то что происходит сейчас в Саратове это поистине исторический момент и лично я это очень долго ждала надеялась и верила и наконец-то этот миг настал но еще рано поговорить и радоваться рано останавливаться рано расслабляться нам еще предстоит огромная колоссальная масштабная работа для того чтобы довести все это до конца чтобы не позволить никому все эти дела замять замолчать загросить на дальнюю пыльную полку поэтому наберемся сил будем работать дальше молодец спасибо большое за эфир было очень приятно пообщаться всем счастливо всего доброго снежана спасибо тебе низкий тебе от меня и от всей нашей аудитории поклон потому что ты адвокат ты женщина и ты падаешь там горы и делаешь очень много и сделал очень многое при том что у тебя полномочий кроме твоего образования и твоей порядочности никаких полномочий не было но этого хватило для того чтобы мы с тобой объединили усилия и сделали то что сделали мы как-нибудь обязательно еще с тобой обсудим что мы с тобой думаем про источника нашего про сергея скажем ему спасибо возможно на троих переговорим потому что это будет интересно наверное диалог на троих как-нибудь вот на да он сегодня мне вторую часть видеоархива отправил еще 20 гигабайт вот только как отправил перед вот да это 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 действительно да так что работы у тебя и у твоих коллег очень много я призываю честных хороших адвокатов по волжье московских адвокатов поддержать снежана мунтян объединяться с ней создавать коалицию защитников пострадавших мы со своей стороны со стороны гулагу нет помощи донатов пожертвований того чем мы располагаем постараемся наших коллег и и коллег адвокатов и родственников пострадавших поддержать и самих пострадавших и будем конечно добиваться полноценного комплексного расследования и я тебя очень прошу от гулагу нет от меня лично всем с кем ты будешь общаться кто пострадал от пыток передавать теплый привет мои слова уважения мое рукопожатие чтобы там кто там не думал для меня еще раз те люди кто проходил через эти застенки через эти унижения кто пострадал от этой садами и пыточного конвейера никогда они не будут униженными я всегда им подам руку и всегда сделаю все возможное чтобы их поддержать в этом и есть настоящее людское снежана спасибо тебе огромное и уважаемым зрителям и подписчикам кто нас полтора часа смотрел низкий вам поклон ребят мы продолжаем большой удачи успеха снижания саратове и будем продолжать наше большое независимое расследование чтобы остановить раз и навсегда этот пыточный конвейер и в саратове и на территории других регионов россии да мы это сделаем спасибо мой друг давай доброго тебе вечера всем самые добрые пожелания до свидания с вами был основатель гулагу нет владимир осечкин и адвокат снежана мантян